Дорогие друзья, я приветствую вас с Италии. И знаете, недавно начались переводиться проповеди апостола Владимира и Виктория Мунтиан на итальянском языке. Это стал феноменом в Италии. Столько множества свидетельств уже поступают, как Бог двигается в жизни людей. Дух Святой, Он знакомит людей с Иисусом Христом через проповеди и молитвы апостола. И я хочу вам представить историю одной женщины по имени Анжела, которая на протяжении долгого времени переживала очень сильную боль. Боль от потери очень близкого человека. Но Бог пришел и сотворил невероятное чудо в жизни Анжелы. Я сказала своей маме, прощай, мама, мы умираем. Я вышла из машины, чтобы помочь маме, но она уже была парализована. Фактически за день до того, как произошла авария, у меня были какие-то странные чувства. Головная боль, тошнота. В тот вечер я легла рано спать, но у меня было какое-то странное предчувствие. И утром я говорила маме, мама, не иди на работу, отдохни еще сегодня. Но моя мама говорила, нет, нет, я должна пойти на работу, потому что мы нуждаемся в деньгах. В тот день, 12 августа, когда я ехала на работу, перед моими глазами появилась черная тень. Произошла авария, и машина перевернулась. Вместе со мной в машине были моя мама и жена моего брата. В результате аварии у моей матери произошел перелом шеи. После этого несчастного случая моя жизнь превратилась в кошмар. Вся семья со стороны моей матери, ее братья, сестры, двоюродные и троюродные начали очень плохо со мной обращаться. Они говорили, что я во всем виновата. Однажды моя сестра избила меня в больнице прямо на глазах у моей матери. И в один день моей мамы не стало, она умерла. Я просто сдалась. Я опустила руки. Мне было очень плохо. Я не хотела жить. После этой аварии меня приговорили к 8,5 годам лишения свободы за предумышленное убийство. Ответственность за причинение смерти по неосторожности предусмотрена статьей 589 Уголовного кодекса. Неосторожным считается убийство, совершенное по незнанию, небрежности, неопытности или в результате нарушения законов и правил действия, повлекших за собой смерть потерпевшего. За совершение неосторожного убийства Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет. Часть 1 статьи 589. Наиболее распространенными случаями неосторожного убийства в Италии признаются неосторожное причинение смерти в результате профессиональной деятельности, в частности врачами, дорожно-транспортных происшествий и в результате нарушения работодателями правил охраны труда. Мне было очень плохо. Я каждый день ходила на кладбище и даже сделала подушку с ее изображением. В жизни Анжелы наступила черная полоса. Умерла мама, родственники отвернулись, недопонимание в семье. К тому же в любую минуту Анжела могла оказаться за решеткой. Не было никакой надежды на счастливое будущее. Однажды, пересматривая ТикТок, я наткнулась на видео с апостолом. Сразу же я обратилась с просьбой о молитве по причине аварии и открытого на меня уголовного дела. В этот же день мне перезвонил консультант. Я начала слушать проповеди апостола с каждым днем все больше и больше. Я почувствовала себя наполненной Святым Духом. Моя вера росла, и, слушая проповеди и учения, однажды я захотела помогать другим людям и стала партнером. Увидев чудеса, которые Бог совершает по молитвам апостола и Виктории, Анжела тут же приняла решение стать партнером, тем самым открыв двери для чуда в своей жизни. Сегодня можно стать благословенным человеком. Когда вы становитесь партнером служения, служения исцеления, вы делаете очень важное дело для людей. Через ваши финансы люди, не имеющие надежды, они обретают новую жизнь, они обретают счастье, радость. Я хочу каждому из вас сказать, дорогие партнеры, спасибо вам за ваше служение, за вашу верность, вы должны знать, что Бог видит все. Каждый раз, ожидая от Бога вознаграждения, мы видим, как Бог проявляет свою верность, и Он дает нам намного больше, чем мы дали Ему. В этих соревнованиях с Богом, когда ты даешь Ему, а Он тебе, кто даст больше, ты всегда проигруешь. Мне позвонил мой адвокат и сказал, что дело, по которому меня судили, закрыто. Я оправдана. Слава Богу! Судебный процесс уголовного дела по обвинению в умышленном убийстве, который длился три года, наконец-то был закрыт. Анжела полностью оправдана. Поймите, что это чудо мог сотворить только Бог. Спасибо, Иисус! На телекрусейде в Риме с апостолом я увидела очень много чудес, очень много освобождений и очень много исцелений. Я и сама была освобождена от многого, и я знаю, что Господь будет делать еще больше в моей жизни. После телекрусейда 29 апреля произошли изменения в моей личной жизни. Отношения с моим мужем восстановились после продолжительного кризиса. Теперь все изменилось. Благодарю Бога! В настоящее время я ощущаю глубокое счастье, так как моя жизнь претерпела изменения, и я осознаю, что еще многое изменится в моей жизни благодаря Господу. Я хотела бы также подчеркнуть, что в моем сердце царит чувство мира. И не только это, но также мой характер претерпел изменения. Сейчас я намного спокойнее и уравновешеннее. В отличие от прежней агрессивности, мой характер стал более мягким. Я верю, что Господь продолжит проявлять свою милость в моей жизни, так как, даруя мне это чудо, Он подарит мне и множество других благословений. Дух Святой сегодня очень мощно двигается по всему лицу Земли через проповеди апостола Владимира и Виктории Мунтян. Я хочу поблагодарить каждого партнера телеканала «Миссия Возрождения Мира». Потому что благодаря вам сегодня переводятся проповеди и молитвы апостола Владимира и Виктории Мунтян на итальянском языке. Благодаря вам, люди в Италии, они слышат Слово Божие и переживают невероятные чудеса. Редактор субтитров А.Семкин